Всем привет! Сегодня покажу дистрибутивчик один, основанный на вебяновских пакетах. Это Solid DX, рабочий стол X-Face, и есть еще Solid K, это рабочий стол KDE. Я, значит, скачал и установил X-Face, и сейчас посмотрим, что он тут нам обещает. Ну, написано, что это дистрибутив, основанный на пакетах Debian, с рабочим столом X-Face. Предполагается, что он легковесный и работает, скажем так, нормально, без потери своей функциональности. И вот тут такая интересная фразочка. Значит, Solid DX не нуждается в переустановке каждый раз после обновлений новых. У вас, значит, будет Update Manager, который находится в системном трее, и будет вам сообщать, что какие там обновления нужны или нет. Вот практически и все. Ну, это по типу, скорее всего, ролинга релиза. Ну, и тут краткая информация, что там еще включено и что не включено. Вот такая вот система. Значит, я бы не сказал, что она уж очень легковесная. Вот посмотрите, оперативную память кушает он очень даже хорошо. Ну, я могу сделать снимочек там попозже на рабочем столе и без программы для записи с экрана. Ну, тем не менее, давайте посмотрим, что тут, значит, у меня, какие были трудности. Значит, ну, пакеты, значит, со своих ладочек я скачивал, ребяновские, устанавливал. Ну, вот, например. Значит, ну, как и везде, значит, у меня здесь пароль «Единичка» в новых моих сборках. А имя пользователя остается одним и тем же. User. Ну, вот. Ну, не хочет он ни в какую запускаться. Ну, давайте еще раз попробуем. Хотя раньше, опять же, работал. Ага, ну, вот, запустился. Ну, давайте так. Подойдем в группе менеджера. Так. Ну, вот, первый раз у меня даже вот этих надписей не было. Сейчас, в конце концов, они появились. Эмулятор показывает список операционных систем, которые у меня имеются. Ну, это уже что-то. Ладно. Ну, полазился я, скажем так, с ионостройкой. Бог с ним. Систем баг. Систем баг пришлось вставить из торбола. Ну, в конце концов, он поставился. Подсоединил я к нему от Андрея Арченова, значит, менюшку на английском языке. А внутри все на русском. Поэтому образы создает корректно. Нормально. Виртуальная коробочка. Вот я на ней проверял его. Ну, работает, скажем так, нормально. Значит, ну, нажмем Enter. Пока там, значит, все это дело идет. Вот что мне не понравилось. Вот три абсолютно одинаковых иконки. Эта иконка для менеджера приложений, для менеджера обновлений и для менеджера пакета Synaptic. Я уж не знаю, у кого там фантазии не хватило или что. Но все-таки нужно было бы как-то их сделать разными, скажем так. Дальше. Программа для записи с экрана. Значит, вот Simple Screen Recorder, который я практически везде пользуюсь, он ни в какую не захотел устанавливаться. Нашел я один видеоролик. Там его чуть ли не полчаса или час нужно устанавливать. Да, это дело возможно. Ну, скажем так. С большой головной болью. Поэтому я тут особенно не заморачивался. А вот установил программу Казан. Программа Казан нормально все у нее работает. И есть вот такая вот фентифлюшка интересная. Значит, вот в видеоредакторе можно установить, скажем так, нормальные настройки. То есть, взяли там какой-нибудь файлик. Ну, где тут видео? Ну, вот видео есть. Вот опять-таки смотрите. Ну, что это такое? Ну, вот, файлы системы, хом, юзер. Вот только здесь я вижу видео. И только вот здесь я вижу, что могу какой-то там я видеоролик, скажем, добавить. Ну, он еще пишет, что еще не поддерживает. Но это потому, что я просто записываю с экрана. Ну, ладно. Дело в том, что здесь в настройках можно выставить 1920 на 1080 максимальные все настройки сделать. И файлики, которые записываются программой для записи с экрана, они будут получаться в высоком качестве. Так что, в принципе, обошелся здесь я без Simple Screen Recorder. Хотя можно там провозиться, найти на трубе, значит, видеоролик о том, как установить Simple Screen Recorder на DB8JC. Он, правда, в английском языке, но там, в принципе, перевод не нужен. Просто смотрите, что он на экране делает. И поступайте так же. Ну, ладно. Ну, что. Ну, менюшка традиционная, экспрессовская. Значит, пробежимся. Значит, ну, графику тут я маленько добавил. Возможности хорошие теперь. И Blender есть. И GSUMP. Ну, короче, тот, кто с графикой работал, понимает, о чем я делаю. Из инструментов, ну, что. Ну, Concub manager, калькулятор. Ну, так. Что тут еще? Нет, не график. Вот инструменты. Ну, инструменты, что? Ну, наутилус есть. Кутэ 5. Фестархивер я поставил, но он на дебянуских, этих, восьмерки дебяна ни в какую работу не хочет. Вот появляется окошко. Нажимаю единичку. Нажимаю ОК. И, скажем так, никакой реакции. Программа G-Party работает нормально. Калькулятор работает нормально. Поставил я сюда, на последнюю, значит, программу для очистки. Не мой любимый, как говорится, Buntutwig. Поскольку он перестал поддерживаться, а вот поставил новую. Ну, что, ну, деваться некуда, Коли программа не поддерживается, значит, не поддерживается. Вот. Ну, а этот чистильщик, пылесосик работает нормально. Вот. Программа, значит, для кастомизации, для настройки меню загрузки тоже работает нормально. Значит, ну, что еще? Программа телевидения. Не знаю, насколько тут сейчас там она будет там работать или нет. Ну, вот. Много канала в белорусском. Домашнего образования. Школа им не дает. На русском, на украинском и на белорусском языках. Поэтому можно что-нибудь выбрать. То, что вам интересно. Добавил настройку погоды. Настройка делается вот. Идете в свойства. И вот здесь вот вместо моего местоположения вводите английскими буковками свое. Она вам ищет. Дает шарту долготу. Идете, значит, в единицу измерения. Миллиметр толпанного столба. Километр. Миллиметр. Ну, я в десятичных все выбрал. Вот. Вот таким вот образом. Здесь настраиваться легко. Ну, флажки, значит, я сделал вот два языка. Русский и английский. Кому-то там будет сильно очень хотеться. Можете нажать сделать американский и русский. Мне как-то это без разницы. Вот. Ну, что еще? Вопреки всем ожиданиям, но и по хвальбе, что вот Дебяновские вообще Дебяна операционная система там супер-бупер что-то. Я не раз уже с ней сталкивался. Да, система хорошая, надежная, стабильная. Посмотрите, что они делают. Вот. Ядро 3.16. Вот на нем действительно многие программы работают хорошо. О чем это говорит? О том, что значит Дебяна, он не стремится быть и ставить в себе самые последние ядра, самые, как говорится, самые, самые, самые. Дебяна всегда отличался, говорится, то, что мне не нравится, разумной, скажем так, умеренностью. Не быть, как говорится, впереди, но не оставать. Выбирал всегда у них все пакеты, там программы проверенные, стабильные. Обычно все работает нормально. Этот дистрибутив, он основан на Дебяновских пакетах, поэтому казалось бы должен был работать нормально. Но вот при установке программы Simple Screen Recorder я встретился с определенными трудностями. да, можно было, конечно, поставить, включить эту сборку, но я даже времени терять не стал, потому что решил, ну что, поставил казан, работает, пишет, пишет, ну и слава богу. Вот, так, в принципе, все основные программы работают. Есть программа, значит, TeamView, поставлен Skype, SkypeTab тоже не встал, ни в какую не захотел становиться. То есть, вот понимаете, в этом отношении у Минта у него есть определенные преимущества. Мегу поставил, ну, Dropbox поставите сами, набор программ, видео-качалка есть одна, и в Google Chrome у меня, значит, еще есть еще и другая качалка. если пойти вот на любое видео, сейчас покажу, взять любой ролик, вот видите, все, скачать, это вот одной качалочкой, а можно еще скачать и другой качалочкой. Так что, ну, так, вроде бы ничего. Из-за инструментов ну что, ну, самое необходимое, ну, нам нужно, наверное, было все-таки попробовать поставить QT4 на FESR-хиллере, может быть, он будет на нем работать. Варити, тоже, сама Варити встала, работает нестабильно, а Варити слайд-шоу вообще не работает. То есть, понимаете, как говорится, когда хорошее это уже на пару раз попробуешь, то, скажем, на операционную систему, на которой что-то не ставится, ну, не очень-то и тянет. Хотя, естественно, я бы постарался сделать ее, так сказать, привлекательной, поставил все по своему вкусу, как я обычно, значит, свой набор программ, чтобы пользователям было меньше головной боли. Но, тем не менее, значит, это вам, значит, скажем так, сборочка для ознакомления. и я. Так что, не судите строго. Смотрите сами, можете пойти, можете ее взять там, скачать, проверить, может быть, у вас получится лучше настройки. Ну, собственно говоря, если сравнивать, ну, у меня тот же ценамон, у которого у меня тоже был ядрошек 3.16, я, правда, сейчас переделал на 4.2.0.25, и все у меня на 17.2 на ценамоне работает как часики, чего не скажешь, скажем, о дебиане. Хотя, у меня сборка хорошая, легковесная, можете попробовать, может быть, на вашем железе тут все будет прекрасно работать и летать. Я, скажем так, ничего, против не имею. У каждого свои вкусы. Вот таким вот образом. поэтому, значит, посмотрите, кто-то захочет, ну, давайте там позанимайтесь, позаменяйте значки, по крайней мере, вот эти вот, чтобы они друг от друга хотя бы отличались. Ну, это же, по-моему, ну, явно недоработка. Можно посмотреть, какая версия офиса. Ну, давайте глянем. Возьмем на вскидку любой. Ну, вот калькулятор давайте возьмем. Ну, это, как всегда, первый раз он грузится долго, а вторая и третья загрузки уже гораздо быстрее. Значит, ну, что, о программе. 5, 20, 51, ну, практически, это одна из самых последних версий. То есть, здесь, как говорится, нормально все у них, обновления эти работают. Нормально. Ну, короче, так, для тех, кто знает, как я делаю свои сборки, значит, вот такой вот вариант. Как устанавливаются мои сборки, у меня есть много видеороликов. Любая моя сборка, мы скачали изообраз, в изообразе, нет привычного нам инсталлятора. Все идет через программу SystemBug. В программе SystemBug заводите пароль единичку и два варианта. Или копирование системы, значит, устанавливаете ее с именем пользователя юзера, юзер и парольчиком или ничкой. Или, значит, идете сюда, делаете тут свое имя пользователя, делаете, значит, там свои, там, пароли. Вот. Ну, тогда у вас все это дело будет, естественно, надо будет поднастраивать, поднастроить, потому что и в загрузках меню Browseo и другие программы, которые там с интернетом связаны, завязаны на подверленной папочке, там придется кое-чего менять. Вот. Зато, как говорится, будет у вас свое имя пользователя, свой пароль. Ну, как пароль поменять, как говорится, с более короткого на более длинный, когда вы все под себе поднастроите. Вот. Я думаю, что вы, в конце концов, сами-то догадаетесь, но не догадаетесь, поищите по гуглу. Вот. Так, в принципе, ну, что, ну, нормальная сборка, нормальная операционная система. Ну, скажем так, ничего, что бы, так говорится, выделяло бы ее из ряда других. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Значит, под видеороликом будет ссылочка откуда можно скачать вот этот вот настроенный образ. Ну, вы можете скачать его, повыкидывать то, что вам не нужно. Можно выкидывать через синаптик. Вот. Почистить там пылесосиком вот этим. Поставить то, что вам нужно. Переделать, там сделать хоть 10 вот таких вот панелей. Вот видите, в любое место их можете там поместить и вертикально сделать. Так, как хотите. Вот. Я вообще экспресс люблю за то, что у него хорошие такие функциональные возможности у панелек. То есть, можно делать их много и помещать в разных местах и прочее, прочее, прочее. Вот. Очень удобный рабочий стол. Вот. Ну, ладно. А я, значит, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.